За семь месяцев текущего года в нашем городе зарегистрировано 15 случаев мошенничества на общую сумму более 500 тысяч рублей. Причём половина хищений совершены у пожилых граждан. Злоумышленники постоянно изобретают новые способы отъёма денег, но и старые схемы обмана продолжают действовать. Один из распространённых способов мошенничества – звонки людям, которые разместили в интернете объявления о продаже товаров. Злоумышленники в ходе разговора под предлогом внесения предоплаты узнают данные банковских карт, коды, пароли и далее уже распоряжаются деньгами по своему усмотрению. Если вам позвонили мошенники и вы не выполнили их просьбу и прекратили разговор, всё равно нужно сообщить в полицию. В этом году участились случаи мошенничеств при оформлении кредитов онлайн. Чтобы не попасться в ловушку и не лишиться денег, начальник отделения уголовного розыска ОВД Десногорска Максим Сергеенков дал некоторые рекомендации. «Настоятельно рекомендуем воздержаться от внесения предоплат и оформления кредитов в сети интернет на ранее неизвестных вам сайтах, воздержаться от пополнения счетов неизвестных номеров операторов сотовой связи и банковских карт под любыми предлогами, никому не сообщать данные ваших банковских карт». В 90% случаев жертвам мошенничеств, чтобы избежать потерь, достаточно было просто быть более внимательными к дистанционным операциям с банковскими картами и входящим звонкам от неизвестных лиц.